Вот этот капор вот на берегу озера, мы тут девушку снимали. И вот эти сапожки, тогда была жуткая погода, был дождь, изморались в глине и очень легко вымылись, и даже не намокли внутри. В общем-то, оказались на практике великолепно носящимися. Из биркшафа обувь сделана. Это уже воины у меня пошли. Вот они уже такие достаточно суровые. Но они хотя бы общаются, если там вот это злодейцы, они всегда смотрят в разные стороны. Эти у нас товарищи, так сказать, занимаются совместным каким-то воинственным делом. Вот, ну все. Так что спасибо большое. Свет, можно? Шнуры, да, сейчас вот освобожу место. Сейчас покажу, как я делаю. Снут, ну, давайте, я даже не знаю. Снут. Жилет, вот это с сеточкой. Сеточкой, вот он, вот он. Сейчас, так, давайте я все пока уберу. Так, и, итак, значит, какой шнур идеальный? Идеальный, идеальный жгут, это тот жгут, который не просто вот так вот сделанный. Идеального не получится никогда. Идеальный тот, который закручен винтовым способом вокруг своей оси. Вот у нас Надежда Подзорова, она супер-ас. С помощью вот этих инструментов под названием ручные карты она их делает. Но там есть такой момент, но он может растягиваться, но до определенных пределов. А до того, как я познакомилась вот с этим замечательным способом Надя, я, в общем-то, пришла к более простому. И чем хорош этот способ? Во-первых, это быстро, а во-вторых, мы можем делать плавные переходы. Он бывает прочный, и мы можем сделать, допустим, кончик светлый. Вот как на, вот, ну, если обратили внимание, на всех погонах они все идут, кончики темные, дальше идут светлее, то есть плавно-плавно-плавно. Когда мы делаем из кардачоса, проблем нет. Оторвал кусок от кардачоса, там разнонаправленные волокна. Я свинтил-то, значит, этот винт и покатал, и все. А если мне, ну, нет у меня такого, если, значит, я хочу делать из грибиной ленты. Как? Да очень просто. То есть мы берем, допустим, то есть я выкладываю просто-напросто полоску, то есть без всяких этих вот, ну, опять-таки, в зависимости толщину раскладки я кладу такую. Вот я уже перехожу к другому цвету, такой, какой хочу я жгут. Вот мы накладываем, накладываем, то есть делаем такую полоску. Их можно сразу наделать достаточно много. Вот, и, допустим, завершить опять хочу таким коралловым цветом. Вот, и все, в сущности, все. Вот я немножко рукой. По-сухому всегда надо, чтобы уже он никуда от нас не делся. Все. И вот смотрите, вот у меня получилась такая полосочка. Никуда она уже не денется, по-сухому ее подваляла. И теперь под углом 45 градусов я начинаю закручивать ее в спиральку. Закручиваю, закручиваю, и она уже идет дальше, дальше, дальше. И вот уже, смотрите, у меня получается чудесная, славная колбаска, которая своими диффузными концами смотрит как раз на, то есть вот туда она покрывает предыдущий наш слой. И вот смотрите, я, значит, выкрутила, выкрутила, выкрутила. И вот она все длиннее, длиннее, длиннее. Под углом 45 градусов. То есть такие жгуты чем хороши? Они практически не дают усадки в длину. Так, что дальше делать? Вот у меня получился жгутик. Он винтовой, он закрученный. Что я делаю? Я их накрутила, скажем, штук 20. Потом я беру, ну, допустим, вот такую штуку, да. Или полиуретановый коврик. Или, может быть, и начинаю по-сухому. Я ничего не мочу. Я ничего не мочу. И я по-сухому этот вот жгутик. Ну, включаешь сериальчик какой-нибудь замечательный, да, или что-то такое, там, Игру престолов там опять. То же самое. И начинаешь вот так, значит, покрутил, покрутил, он уже становится плотнее, да. Потом еще разочек можно. А вообще я коварная эксплуататорша. Я засажала своих детей и заставляла их делать. Сын такой, дочка ничего, так она более или менее сыну ужасно. Это не нравится. Но она потом мне показывала свои горящие ладони. Вот смотри, мама, вот смотри, как ты меня. Вот. Я говорю, ну что ж, надо помогать. Вот. И таким образом я максимально, максимально, вот посмотрите, какой он ровненький, какой он гладенький. Усадки такой жгут почти не дает. Очень легко рассчитать длину своего. То есть, если вы хотите, например, вот можно ведь разложить вот эту штуку вдоль всего сала, и у вас получится жгут. И вы его сделали. Вот, вот в этом виде уже этот жгут совершенно спокойно вы можете использовать вот для пощупать. Вот он уже даже вполне так ощутимый. Да, да, я его вот, да, возьмите прям вот его можете. Вот, постепенно. Вот вы его так, значит, уплотнили, уже чувствует, что он не развалится в руках. Вы слегка его уже можете не намочить прям вот в воде, а слегка увлажнили в мыльной водичке, увлажнить. И опять уже можно, знаете, в более таком жестком варианте, в бамбуковом коврике, допустим. А можно и в этом же продолжать. Ну ведь хорошая же штука, правда? Вот, и в ней, и в общем-то вы ее. А потом уже все, ничего больше не надо. Под краном в горячей воде с мылом вот так вот их пожулькали. Ну уж если вам нужно вот такие, чтобы они не порвались уже никогда и нигде, ну побили вы их в ванной. Но это уже, смотря для каких нужд, если вы хотите там как прицеп использовать, волгу тянуть, можно, конечно, их еще попробовать. Но вообще они очень прочные. Мужчина даже не порвет, то есть сильный. То есть вот такие спиральные жгуты, это жгуты очень хорошие. Вот, так что ну вот пользуйтесь и используйте с удовольствием и применяйте. Все, спасибо. Так, а мне надо отдать, сдать реквизит. А если делать толще, что-то надо не запаслать? Да, положите. Вот я положила тонкий, а можно положить потолще вот этот вот, вот эту раскладочку сделать. И тогда у вас получится толще жгут, да. Спасибо большое. Аллочка, спасибо вам. Вы вообще волшебница. Невероятно. Я только учусь. Да, очень качественно вы это делаете. Я залезу, да? Ой. Все, спасибо. Ну что, девочки, еще вдохнем? Силы есть еще? Интересно? Давайте сейчас мы послушаем Светочку Мельникову, которая у нас тоже готовится к нашему фестивалю «Современный войлок» и будет на «Формуле рукоделия» тоже показывать свою коллекцию. Свет, выходите. Вот она, эта волшебная девочка по имени Света Мельникова. Вот вам микрофон, да, и это в кармашек. Светочка вам к слову. Так, здравствуйте всем. Очень приятно видеть всех, что действительно люди приезжают откуда-то издалека. Для меня это всегда такой подвиг. Вот. Я сегодня хочу рассказать про свою коллекцию тоже, как Алла, как она создавалась, с чего все начиналось. И еще там будет кое-что полезное по работе с вискозой, потому что я в этот раз много использовала вискозы, но я ее и обычно тоже много использую, но в этот раз немножко по-другому. И мне, в принципе, тоже понравился такой вариант. Ну, сначала про коллекцию. Вот здесь вот три платья представлены. И еще несколько вещей я буду брать оттуда. Давайте сразу возьму, чтобы не ходить. Не все я принесла. Еще платье, еще там немножко доработка образа будет. В общем, все в последний момент, и все доделывается, как всегда. Ну, коллекция такая вот в синих, фиолетовых, сиреневых тонах. Изначально мне, во-первых, что-то там на цвет пробило неожиданно. Несколько раз делала такие довольно выдержанные, монотонные вещи. В этот раз захотелось что-то поярче. И была сначала идея, вдохновение такое было в мексиканской культуре. У них вот такие вот яркие тоже вышивки какие-то, этнические цвета яркие. Праздник вот этих мертвецов тоже, когда там все ходят разноцветные, раскрашенные. Как-то вот оттуда отталкивалась сначала. Очень долго думала, что делать. Пробовала какие-то образцы сделать, но не хотелось прям совсем в этнику такую ходить. То есть не хотелось прям, чтобы это было совсем Мексика. Эти черепушки. Как-то была идея сделать платье в черепушках. Но, в общем, все это отказалось от этого. Вот. И потом пришла идея что-то про небо такое. То есть небо у нас изменчивое, закат, рассвет. Там солнечный день или пасмурный. Все время это что-то новое. То есть никогда нет никакого повтора. То есть это такое вдохновение бесконечное. Вот. И тоже начала делать жакеты почему-то у меня сначала пошли. И вот два жакета я сделала, которые в коллекцию в результате не вошли. То есть я их отложила. Не понравилось. Что-то, в общем, все хорошо, но что-то не то. И первое платье, которое вот задало уже тон коллекции, который я увидела, сказала, да, это оно. Это вот это первое было. Самое длинное. Сиреневое. Такое, не знаю, какого цвета. Бензиновое какое-то. Вот. Это вот то, что я уже сделала его. Сказала, все, я хочу делать вот так. Я хочу использовать эти цвета и делать так. Это платье очень интересное. Оно нуна. То есть оно на шелке сделано с изнанки. И с лица у меня разреженный шелк. Но, во-первых, он сам покрашен с разными переходами. То есть вот кусочек его торчит тут. То есть вы видите, что где-то фиолетовое, где-то бирюзовое. Где-то вот совсем зелененькое, да. Вот. И кроме того, под этим шелком, помимо разных оттенков шерсти, еще есть разные оттенки, кусочки экссельсиора или других шелков. И поэтому, когда они друг на друга налагаются, получаются совсем новые оттенки. Вот тут, например, идет под разреженным шелком идет еще бирюзовый, более плотный. Да, мы можем увидеть. Здесь вот фиолетовые куски. То есть такое вот наложение дает вообще потрясающий результат. Спинка, она тоже тут более такая яркая. То есть получается, очень я этим довольна, мне понравилось. Но, естественно, шелка здесь немерено. Много уходит, но зато красиво. Так, второе платье тоже как бы я в этом направлении шла. Несколько в другой технике, но оно, я считаю, попадает все равно в эту коллекцию. Решила, ему все-таки хотелось оставить его. Это вот это платье. Я думаю, все уже изучили. На ярмарке выкладывала Мария Глаченко вот эту свою тему про палантины. Как она делает, когда готовится заранее прифельд с волокнами. Потом все это вырезается фигурой и на разреженный шелк приваливается. Я как бы не стала делать шарфы, сразу решил сделать платье. Ну что сказать, техника мне понравилась. Она очень, даже не трудозатратная, она очень много времени занимает. То есть вот вы должны сначала, на это платье ушло у меня где-то 3-4 куска прифельд размером 160 на 80. Естественно, у меня какие-то обрезки остались, я его все не использовала. Но вот фактически 4 куска у меня ушло, чтобы я его сделала. То есть это надо все разложить. Но зато потом, когда вырезаешь и накладываешь, и все это жужжишь, просто красота. Ничего там не надо раскладывать что-то там, стараться сделать. Все, разложил, прижижал, свалял. Усадка здесь у меня вот сегодня спрашивали уже 1,5, потому что я вот люблю все-таки так хорошо. Чтобы это было нуно, но это не значит, что ты потянула и оно отвалилось. То есть это все-таки одежда, она будет носиться. И когда я как бы заложила 1,5 усадку, начала его валять уже, и оно было уже готово практически. То есть оно было платьем на этапе вот 1,3 усадки. То есть оно, например, на мне было свободное такое большое платье. Но я все-таки вот добила до этой усадки 1,5, потому что это вот вещь, которая будет носиться. Оно не должно разваливаться, не должно протираться там на попе. Понятно, что это не каждый день будет носиться, но тем не менее. Вот. Еще такой приятный бонус был. То есть понятно, что я тут использовала разные оттенки шерсти. То есть здесь вот более, да, такой фиолетовый, здесь голубой. Приятный бонус был изнанка. Когда я вывернула изнанку, показалось, что платье-то получилось у меня двухстороннее на самом деле. Кому-то даже больше изнанка нравится. То есть вот эти яркие куски, где была яркая шерсть, да, вы видите, как он дал какой контур. То есть как будто какие-то там эфкалит там положили, да, какие-то, как будто эко-принт, я не знаю, синий какой-то, вот с этой стороны. То есть все эти у нас листики совершенно дали интересный контур. Хотя я как бы такого не задумывала, да. Шерсть всегда дает какой-то оттенок шелку. Были у меня, у нас вот с мужем тоже все обсуждали. Идея это платье еще раз покрасить целиком. Была идея покрасить какой-то контрастный красный цвет, чтобы был более темный, тонный, как бы какой-то вот. Но я попробовала образец покрасить, я решила, от добра добра не ищут. Не стала я, в общем, это делать, пусть оно будет пока такое. Ну, как бы как вариант, да. Но просто здесь очень много волокон, шерсть тонкая, и мне кажется, если это красить, то она очень сильно перекрасится. То есть надо очень аккуратно этот тон подбирать. Не получится сделать, чтобы был красный шелк, а здесь все синий. Это надо было делать до. Вот, поэтому как бы не стала я ему пока экспериментировать с ним. Так, вот еще платье тоже в Нуно, сразу с Нуно закончим. В Нуно технике тоже такой более коротенький вариант, веселенький. Здесь тоже снаружи, ой, с лица разреженный покрашенный шелк вручную, с изнанки тоже. А это рюши. То есть рюши выложены из аксессора, из более плотного. Я просто раскладывала, мочила шаблон, и первым делом я клала, растянула ткань и просто с каким-то шагом, с нахлестом делала. То есть у меня такая гармошка была разложена, мокренькая. И на мокром, я думала, что это будет сложнее. То есть на мокром, с мокрым шелком, это довольно все исполнимо. Вот на этом... Нет, не 20, нет, сейчас скажу. У меня 100 метров 50. Наверное, 2,5 раза, то есть 3-4 метра. Но она по ширине тоже не широкая была. Здесь несколько кусков. Они вот как-то стыкуются, их можно увидеть. Вот цвет здесь идет, потом немножко сюда. Ну вот 4 куска. Ну не 4 метра, наверное. Метра тут все-таки... Ну метра 2, мне кажется. Может быть побольше. Я не мерила. Я, честно говоря, вот эти мне все вопросы... Это раскладка, да. Тонкая раскладка, она все равно вылезает. А как вы раскладывали пакет или что-то? Я раскладывала в один слой. Я все раскладывала в один слой. Но расширение идет вот отсюда. Вот здесь у меня спинка разложена. Дальше идет вертикально вниз, и оно такое балонистое немножко. И по бокам я все-таки немножко делала на выкройке такие небольшие. Приклеивала на скотч объемы, но они совсем маленькие. С этими объемами надо аккуратно, потому что на выкройке кажется, что у вас... Вы там 5 сантиметров заложили, а может вылиться в большой объем. Так, вот эти три платья основные. И еще, я думаю, еще одно платье сделается. Сейчас оно пока в работе. Вот. Это такая легкая часть коллекции, да, воздушная. Вот. Так как я говорила, я жакеты начала делать, они мне не удовлетворили. Но все было хорошо, пока я не сваляла вот этот жакет. То есть я его сваляла и поняла, что те вообще не в кассу, и как бы не буду я их использовать. Но это такой мой любимый жакет-сюртук, да, которые у меня были уже наподобие. То есть он длинный, может быть, кто-то там примерить сможет. А здесь также использованы жгуты. То есть на спинке я выкладывала. И спереди здесь в качестве такого декора тоже жгуты. И вышивка. Ну, такая вышивка это после выступления, как бы назвать нельзя. Но вот как бы прошивала, да, мулины всякими. Мне очень нравится это использовать, потому что войлоки, даже такие простые строчки декоративные, они смотрятся очень здорово. Кто тебя вдохновил? Меня кто вдохновил? Нет, ну я как бы сама так посмотрела. Сначала все, говорю, от Мексики пошло, а потом как-то так вот все. И на кнопочках все это. В общем, это можно померить, потому что это три четверти рукав. Еще была идея сделать к этому платье аналогичное. Но я думаю, может быть, я вот к октябрю, я его точно сделаю. То есть эта коллекция, скорее всего, будет до формул рукоделия еще дорабатываться. У нас же еще сейчас вот в Германии выставка, куда вот едем. Собственно, это первый этап, а до октября еще есть возможность вздохнуть и еще налопатить еще парочку жакетиков или платьев. Так, и вот тут как раз такая интересная, может быть, обратили внимание, поверхность. То есть это все выложено вискозой, но вискозу раньше я ее выкладывала просто либо облачками, либо несколько слоев выкладывала. А здесь я чесала на вот кардах и выкладывала. Ну, вы видите, что разные оттенки. То есть я чесала уже разные оттенки, подбирала себе изначально, например, пять цветов, которые я использую. Просто в каждый зачес, да, будем так называть, я клала разный процент. То есть где-то позеленее, где-то поголубее. И когда я уже раскладывала, у меня были разные оттенки вот этих кучек, которые я могла еще там, ну, как бы оттенки еще подобрать. Мне это очень понравилось. Вот я сейчас расскажу, как бы, в чем отличие. Вот. Ну, вот это платье такая смешанная промежуточный вариант. Тут что-то использовано из шелк. И тоже эта же вискоза на спинке облачками также выложена. Вот такое платьишко. И юбка тоже, как бы, в комплект к этому платью они похожи. Снизу шелк разных оттенков. И сама юбка выложена вискозой разных оттенков, разных цветов, с кармашками, с ушками. В общем, все, как я люблю. На резиночке очень удобно. Вообще, вот мне тоже все спрашивают, как на резинке. Вот, как бы, не поленитесь, к кому размер подходит, померьте. Во-первых, чтобы люди посмотрели. Да, и походили. Ну, 46-й и меньше, может быть. Померьте. Ты можешь померить. Ну, как бы, тебе жакет будет, наверное, великоват, а юбку можно спокойно. Вот такие юбки просто уходят на расхват. Покупают и длинные, и всякие. И отзывы совершенно там говорят, что сидит идеально, что суперудобная, потому что такая она вот ушастая, уютная, в ней зимой ходить. Возьмите, возьмите, попробуйте. Вот. И юбочку. То есть, я вот, моя любимая модель с этими ушами. Кто-то любит побольше такие, пообъемные, кто-то поменьше. Все равно выглядит хорошо. Платье что, померить? А, по кругу. Можно, конечно, пустить. Давайте эту вешалку сниму. Я хочу просто для сравнения, но жакет уже пока далеко не убежал. Показать. На примере юбки, которую я раньше делала, вот здесь вискоза выложена как раз другим способом. То есть, я ее просто выкладывала как пасмочку обычную, не облачками, а рвала так же, как и... Но под ней еще два слоя. Один слой коричневый в цвет шерсти, и второй, вот тут он иногда выпадает, золотистый. То есть, здесь тоже есть свои плюсы, потому что такой эффект потертости. Как будто у вас красный фон, и там что-то такое потертое, или патина вылезает. И такой способ дает возможность совершенно кардинально менять цвет в шерсти. То есть, например, у вас есть там... У меня было до того, что я купила килограмм какой-нибудь вот шоколад, который мне нравился темно-коричневый, и на нем я могла делать и золотой, и красный, и ярко-синий. И все было совершенно потрясающе. Да, можно чуть-чуть пониже, мне кажется, да. Так надо, нет? С ушами, да, все-таки их внутрь туда. Да, может быть, да. То есть, вот карманчики. Сюда я иногда, когда совсем большие уши делаю такие, я внутрь шиваю маленькие кнопочки. Вообще, такие самые-самые малюсенькие. Вам не надо, чтобы она там выдерживала какие-то... Да и даже не прозрачные. Ну, какие вот у меня были металлические. Да. То есть, вам не надо, чтобы она там выдерживала какие-то нагрузки. Вам надо, чтобы просто схватить. И я прям покупателям пишу, у вас там кнопки. Если как бы вам не нравится, вы можете все отпороть. То есть, это не проблема. Но они держатся, эти складки. Кому-то нравится, кнопки раскнопил. Там по-другому, да, сделал. Ну, вот я изнутри. Вот я закладываю складку. Вот мне понравилось так. Я теперь открываю и смотрю, на каких местах мне нужно эти кнопки пришивать. То есть, я чисто вот визуально, как я хочу, чтобы была складка. Можно везде там подоставлять, и как тебе надо. Да, да, да. Она довольно плотная. Она довольно плотная. То есть, я под юбники... Нет, нет, нет. Там еще такой слой. Там слой вискозы, будь здоров, смотри. То есть, я обычно вот юбки сложаю на вискозу. Потому что даже на разреженный шок все уже... Можно, да, розочки. Да, розочки заложите. Да. И дребель, чтобы оттуда спускаться. Да, и вы видите, что вот такой способ раскладки вискозы, да, она кардинально цвет не меняет. То есть, у вас оттенок той шерсти, которую вы купили. Вот этот способ, он вообще, вы можете, говорю, там, творить все, что угодно. У вас будет, например, ярко-синий, но какой-то под цвет вот такой темный идти. Тоже очень интересно. Но вот в этот раз мне прямо вот это покорило. Я сейчас покажу быстренько, как я это делаю, чешу. Потому что совершенно вот оттенок другой. Это как... Просто уже несколько лет не устраивает меня цвета в магазинах шерсти, несмотря на то, что... Да, можно так вот носатые. Да. И вот... Нет, карманы просто, они нормальные. Ну, вот такие... Ну, тут, в принципе, понятно, да, что здесь вот шерсть была совсем коричневая, темная. То есть, она совсем не красная. Да, что? Так, еще раз, да, у нас было... Отвлекались на примерку. Если мы кладем вискозы равномерно, как мы отрываем шерсть, то есть, из паст, то у нас получается плотное полотно, которое может перекрывать основной цвет. И когда мы туда добавляем еще разные оттенки, вы можете три слоя, четыре положить. Оно просвечивает так друг через друга, но у вас внешний слой всегда превалирует. То есть, вы должны понимать, что там золото, если вы положили, оно будет не везде. Поэтому вы так сильно мугу можно не тратить, да, нам по чуть-чуть. Вот. А вот этот способ, он как бы дает возможность основную вашу шерсть интересно как-то затонировать разными оттенками. Вот. И я сейчас просто покажу, как я это делаю, потому что там, да, кто, например, хорошо чувствует цвет, он может сказать, да, там это легко. А кто вот как бы трудно ориентироваться, какие оттенки подобрать, значит, понятно, что к синему подходит синий. Ну, как бы хочется, да, еще что-то такое, чтобы интересно было. Вот у меня есть готовые тучки, можете посмотреть. Вот это вот для этой юбки фиолетовой я делала, остатки от нее. То есть, что-то здесь более розовое, что-то более даже синее попадается, где-то вот совсем яркое вдруг. То есть, вот эти кучки дают возможность выбирать. Это вот синее, скорее всего, от жакета осталось, наверное. Тут тоже такие разные оттенки фиолетовой. Нет, все-таки не от жакета, это от чего-то другого. В жакете не было фиолетового. И тут смысл в чем? Что вот этот вот, например, кусочек, он более тщательно перечесанный, он такой вот уже однородный, да, более-менее. А вот здесь, например, здесь очень видны сильно красные, да, нотки такие, синие. Он, ну, зачесан совсем там 2-3 раза. То есть, опять же, вы можете регулировать. Вы хотите больше контрастность, или вы можете несколько раз перечесывать, и у вас вообще будет цвет новый. То есть, не разные оттенки, а новый цвет вискозы. Тоже очень удобно. А, вот кусочек от жакета, кстати. Вот она, видите, такая бирюзовая, и на темном цвете она дала вот эти вот переливчатости какая-то. Вот. Ну вот карты, да, наш друг и товарищ. Ну, я предлагаю сначала как бы разобраться с основным цветом. Вот, допустим, у нас синий. У нас есть темный синий, да, и более голубой. И мы можем двумя вариантами пойти. Мы можем, например, сделать более синюю гамму, да, там, подобрать вот таким образом. И у нас тогда будет такие, морское, да, что-то такое синее. А мы можем на этой же основе пойти более бирюзовое, более такую зеленушку задать. Совсем другая, да, вы видите, это уже зеленая. Тут синий уже не будет играть такой роли. Скорее у нас синий будет разбавлять. А если еще вот что-то такое положить, то вот кажется, что оно сюда не идет. Ну, давайте вот прям попробуем. Ну, например, на синем, да. Вот, как бы, кстати, вот вопрос хороший, что основа должна быть всегда более темная, насыщенная. Потому что если вы полосите голубенькое, а на него начнете там синее кидать, будет такую мраморность, но она будет не совсем красивая. Ну, там можно взять как основу синюю. Например, мы ее там три раза, да, положим. Там зелененькую. Вот такую. Тоже как побольше. И совсем чуть-чуть попробуем вот этой вот светлой. Посмотрим, как она себя поведет. Ну, вот у меня дома поменьше карды они, но вот тут тоже. И начинаем вычесывать. То есть у нас уже появляется какой-то, да, перемеш. Вы можете вообще там один раз вот причесать и остановиться. Вас, допустим, устраивает, да, чтобы такие были переходы. Можно... Фу, все, полезла. Сейчас покажу, да. Да, облачками. Они уже такие паутинками получаются, которые хорошо ложатся. Ну, допустим,